У первой парты призывников, которые анакироваются в Узбройные силы, около 240 человек. Некоторые будут служить в элитной 5-й бригаде специальных призначений. Некоторые, с начала, обладают военной специальностью в учебном центре. А пошли, так называемый контрольный медицинский огляд, обовязковая процедура перед отправкой в армию. На жаль, здоровье у многих молодых людей далеко не идеальное. З уликом того, что сучастная медицинская диагностика находится на высоком узровне, хворобы выявляются вельми часто – от захворывания сердца до сколиозу. В настоящий момент при прохождении медицинского свидетельствования наших призывников, из 100 человек, которые направляются для прохождения медицинского свидетельствования, всего лишь процентов 40 ребят проходят медицинское обследование и годны для прохождения срочной службы. Из этих призывников идет и комплектование вооруженных сил и других формирований. Перед початком урочистых мероприемств – майстер-класс для призывников от военных комиссара Гомельской в области Андрея Крывоносова. Занятки по строевой подрыхтовцы хоть и проходят в жартовной форме, але свечать об наявности достатково значной проблемы. Шмат хтос призывников до службы у армии элементарно не подрыхтованы. Отримливать необходные навыки придется у первые месяцы службы, и это будет не просто час. Иншая справа, что молодые люди до этого готовы. Во усилляком разе – морально. У подтверждения чему такая личба. С 2017 года колькасть так званых уклонистов у Гомель скратилась больше как удвоя. Определенный процент всегда уклоняется от мероприятий призыва. Вместе с тем, соответствующие меры к ним принимаются, но это достаточно небольшое количество от общего количества призываемых граждан. Непосредственно святочное мероприемство, присвященное отправцу призывниково-узбройные силы, это построение с наказами от гостей. Ибо да и самое главное – урочистое обязанное. Клянусь, учиться в военной справе належным чинам, шановать воисковое братерство, допомогать слабым, поважать годность усих военнослужащих, ханариться своей приналежностью до армейской семьи, ханариться своей малой родимой – Гомельщиной. Это еще не официйная присяга, али призывник зрядшицы Глеб Лазаренко будет памятать об этом обязанне за уседы. До службы у армии он манты накераван рыхтавался на протягу 10-ти годов. И еще у 8-годовому взросте Глеб стал членом Рядшицкого военно-патриотичного центра специальной подрыхтовки «СКИФ». Паршютно-десантная подготовка, штормовая подготовка, возлазная подготовка, тактика специальная. Да, действительно, у некоторых ребят возникает сомнение по поводу службы в армии. И, возможно, некоторые страхи. Но я думаю, что это в порядке вещей. Каждый уважающий себя гражданин Республики Беларусь обязан отдать свой долг родине.